Верховный Совет поддержал предложение федерального правительства по налоговой реформе. Речь идет о введении прогрессивной шкалы налогообложения. Изменения коснутся чуть более 3% россиян. Как это отразится на жителях Акассии и на что пойдут дополнительные доходы бюджета, расскажем в рубрике «Парламентский дневник». Чем больше заработал, тем больше заплатил в казну. Довольно простой принцип действия прогрессивной шкалы налогообложения. Но кроме сухих цифр, есть важная деталь. В представленных Верховному Совету изменениях. Не только более справедливое распределение налоговых, но и дополнительные налоговые составляющие, преференции. И для республики, в том числе, которые пойдут на и национальные проекты, на социальные нужды. Здесь такая многоступенчатая система налогообложения. Она позволит сделать ее более справедливой. Если будет проще, богато и поплатить больше. Пакет налоговых изменений сегодня получил широкое обсуждение в республиканском парламенте. Для этого была созвана внеочередная сессия. В целом, документ имеет социально направленный окрас. Что касается повышения налогов, то оно коснется только тех граждан, чей доход превышает 2 миллиона 400 тысяч рублей в год. Это около 3% от работающего населения страны. С такой же осторожностью происходит настройка и в корпоративном секторе. Для предприятий вырастет налог на прибыль до 25%. Оценивая федеральные нововведения, в Верховном Совете прозвучало свое предложение. Владимир Штыгашев считает рациональным 20% от тех самых налоговых 25% оставить в субъектах. Это позволило бы регионам вести более свободную экономику. Налог на прибыль – это узловой вопрос, который, по сути, делает 70% субъектов не нищими, а нормальными хотя бы. Вот о чем мое предложение. Спасибо. А в целом, я считаю, все остальные предложения, их надо поддерживать. Закон о налогах сейчас активно обсуждается в регионах. Это делается для оценки и предложений с мест. И еще среди нововведений – увеличение рентных налогов для добывающих предприятий. Вообще, все предложения направлены на то, чтобы сбалансировать расходы. Речь, в первую очередь, о социальных обязательствах и масштабных проектах развития. Парламент Хакасии инициативу сегодня поддержал. Деньги от повышения налогов пойдут на социально-экономическое развитие. В том числе, на финансирование новых, объявленных президентом национальных проектов. Семья, молодежь и дети, продолжительная и активная жизнь, кадры. Государство увеличит вложения в инфраструктуру, строительство жилья, дорог и повышение транспортной доступности. Для привлечения средств в Хакасию нужен свой человек. Вполне возможно, им станет бывший глава Минэнерго страны Николай Шульгинов. По итогам встречи в республиканском постпредстве стало известно, что Шульгинов пойдет единым кандидатом от Хакасии в Государственную Думу. Кандидатуру поддержали лидеры местных партийных отделений Сергей Сокол и Валентин Коновалов. Субтитры создавал DimaTorzok